Но вы только посмотрите на эти скриншоты, они будто из будущего. Это по-любому стоит купить и прямо сейчас играть. Так, 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 я готов, давай. Осталось разобраться в управлении. Кажется, разобрались. С нашим позвоночником. В принципе, неплохая концовка для игры про гигантского зомби. Остается только надеяться, что зомби за моей спиной вновь не ударят меня мизинцем. Но мы все-таки добежали куда-то, и по всей видимости это недоделанная карта. Но тут происходит какое-то непотребство, и зомби, глядя на это, просто решил уйти. Он там, по-моему, вообще расстроился от увиденного. Оно-то в принципе и понятно, смотреть на изнасилование аниме собаки на краю карты... Бррррр. И тут у нас есть дом, и научились мы прыгать. Интересно, что же может быть дальше? Огромный летающий куб, из которого идут звездочки? Или прыжки, как у Марио? Игра не перестает нас удивлять. А в доме оказывается наш старый друг, который всегда любит тренировочки, просто вечно ходит на месте. Далее мы попадаем в песчаную локацию, где нас встречает картинка из Пейнта, где написано, что следует ждать. Что якобы эта игра еще не закончена, и на этом моменте она обрывается. Что ж, ну мы и так в принципе неплохо поиграли, свои деньги она отбивает, мы же уже убегали от огромного зомби, прыгали, разговаривали с собакой. В принципе много всего было. Вот и сейчас в принципе веселье никуда не ушло, мы прыгаем, бегаем, бьем по огромным валунам, у которых нет текстур. Весело проводим время, все-таки Кодзима гений. Здесь у нас очевидная одна аниме Тян, плюс одна аниме Разговаривающая Собака, плюс один Летающий Камень, и того, минус 81 рубль с моего Киви кошелька. Следующая игра у нас называется Нихта Мари Симулятор, и судя по скриншотам, это какие-то фантазии больного наркомана. О, тут даже есть картинка, посмотрите, вот. По-моему это модельки разработчиков в игре. Да-да, они решили добавить туда свои лица. Покупаем. Игра не стала медлить, и сразу же началась с казиноча. Ух, давай, подкрути же мне фриспинов, давай-давай, хочу джекпот, опа. Чё-то подкрутили. Так, и... Меня сейчас немного стошнит, чё это вообще за пестрота красок. Если у вас имеется эпилепсия, то, надеюсь, вы ещё живы. Так, и где же мы теперь? Звучит тайно. А, я понял. Мы на рабочем месте разработчиков этой игры. Добрый день, мистер Осьминог, я съел вашу таблетку и готов разрабатывать новые игры. Так, новая прокрутка колёсика. Какой же шедевр выпадет нам на сей раз? Крутим, крутим, вертим, вертим, вертим. Вот так, давай-давай-давай, щас что-то... Опа-на! Вот это, я надеюсь, будет лучше всех предыдущих в раза два как минимум. Ммм, кажется, я немного ошибся. Здесь мы играем за электрика, который немного обгорел. В общем-то, ничего интересного. Один, да, он наркоман, заработай из десяти. И вот, напоследок, у нас игра про пушки, ножи и единорогов. Не будем медлить, покупаем и в игру. Мы в игре, и судя по тому, что мы с ножом над кустом цветов, мы играем за садовника. Ну, давайте немного подровняем цветы, срежем вот тут, вот тут, вот так. Аж искры идут, вот как мы работаем. Ну, а после того, как немного поработали, надо по-братски отдаться эмоциями и немного потанцевать с ножом. Как говорится, ноги бегут вперед человека. Вот мы и добежали до той точки, и как оказалось, это летающий человек с периматозой, стреляющий лазерами. Давайте же сразимся с ним один на один, я и мой нож против его скользкого хвоста. Да, ох, драка с летающим дождевым червем еще не была такой сложной. Разбудите меня, когда он умрет. Прошло два часа, и вот оно, сладкая победа. Он упал на землю. И как оказалось, он супер маленький, размером с нашу одну ногу. Я видел таких в рыбном отделе, в спаре продают. Так, не понял, что это еще за фаерболы? Кто-то хочет отхватывать от моего ножа два часа? Ага, вот ты, на! Да, это, на удивление, оказалось слишком легко. Так, 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 еще одни новые враги, квапа из доты 2, два удара ножа и маленькие мини-драконы. Так, так, пока что я вроде всех побеждаю. Не знаю, как я это делаю, но, как вы видите, я профессионал в этой игре. Легко и просто прохожу уровень за уровнем. Следующим противником, как вы думаете, кто оказался? Как вы и поняли, это летающий человек-дождевой червь. И снова мы его режем. Или, может быть, сделаем все полегче? Так, 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 стой, 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 на месте. Вот, вот так. Ну, как оказалось, две пули в голову его восстанавливает. Но навечно ли? Возможно, нам придется опять сразиться с человеком-дождевым червем. Он всегда возвращается. Это еще что, за мразь, сдохни? Господи, редька напала на меня. Такого я не ожидал от этой игры. Чем же еще он нас может удивить этот шедевр? По-моему, мы реально играем за какого-то ублюдка, против которого ополчился весь лес. Даже мистер Редька хочет нас убить. Возможно, если подумать, то мы и есть тот огромный зомби из первой игры, который уничтожил все. Плиз, не убивай меня, я не буду больше есть овощи, не надо. Ладно, все, по-моему, он уснул. Мы сохранили ему жизнь. Алло, ты живой? Надеюсь, живой. Игра должна была называться Великая война против Салата. Тогда было бы гораздо понятней. В общем-то, в игре великолепные три с половиной противника, и она заслуживает одного червопидора из десяти. Ты бы сказал, как я считаю, что это овощи... Ты бы сказал, что это не счит UL? И, Colin? Ты бы сказал... Продолжение следует...